Мир и Божья благодать вам, дорогая Церковь! Перед проповедью я хотел бы поблагодарить вас. Ну, первое, вы прекрасно отремонтировали, ремонтируете ваш дом молитвы. И в Доме Божьем все должно быть красиво. И это делает Господь вашими руками. Спасибо вам. Также в эти дни, в пятницу и вчера в субботу, мы имели прекрасное время служения в вашей поместной Церкви. Проходила 30-я конференция нашего братства. И вы очень гостеприимно принимали нас. Прекрасно пели группы и хор. Сестры готовили хорошие вкусные угощения для нас. Работали операторы и ашеры. Спасибо вам, дорогая Церковь! И от имени всех участников конференции хочу поблагодарить вас и сказать, то, что вы сделали одному из нас, из участников конференции, то, что вы сделали Божьим служителем, вы сделали самому Иисусу Христу. И Он вознаградит вас. А мы благодарны вам. Спасибо вам. Ну и мы сегодня уже слышали Слово. И слушая вашего служителя, брата Вениамина, думаю, как чудно Дух Святой готовит каждое служение. И думаю, что Слово, которое мы сейчас услышим, будет продолжение того, что уже мы сегодня слышали. Давайте откроем Священное Писание, откроем наши сердца и прочтем из Луки 11, глава с 5 стиха. Это слова Иисуса Христа. И сказал им, положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. И он сказал им, кто из вас должен иметь друг друга, и идти к нему в недвижнем, и сказал им, друг, дай мне три лоуза, А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. И он ответит изнутри и говорит, не беспокой меня, дверь сейчас закрыта, мои дети с вами в доме, и я не могу встать и дать вам. Если, говорю вам, он не встанет, и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встал, даст ему сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. То есть Иисус сказал, Ищите, стучите, просите, и вы получите. Каким бы вы хотели быть в роли в этой истории? Другом, который ходит и стучит с дороги к своему другу? Другом, который идет к своему другу и стучит в его дверь? Или другом, который лежит на постели? Кем легче, кем лучше быть, а? В среднем? Кто-то хочет, может быть, последним или не хочет? Вообще интересно, и когда читал, и эту историю изучал, есть люди, которые предполагают, что вот стучащий в дверь — это человек, а лежащий на постели — это Бог. Но ведь мы стучим, ведь мы у Бога просим, чтобы Бог нам дал. Можете ли вы представить Бога лежащего, дремающего? Я думаю, что нет. А на кого похож лежащий, дремающий и нежелающий встать? Я думаю, ну, что-то похоже с нами, да? Моя цель сегодня — поразмышлять над этими двумя, друзьями, от которых зависела судьба того, кто пришел с дороги и постучал. Самое первое. Возможно, мы не ожидали, ложась в постель, что кто-то нарушит этой ночью наш покой. Мы закончили все наши дела дневные, и пришло время отдыха. Мы жили спать и думали, ну, проспим до самого утра. Пожелали себе и друг другу спокойной ночи. И вот только первый сон одолел нами. И тут кто-то постучал. И мы понимаем, что первый друг, он без сомнений, он поднялся, он пошел, и он открыл двери. О, это ты! Да, какими путями, судьбами? Заходи! Ты будешь моим гостем сегодня. А потом раз, а угостить, то нечего. Как-то все скушали, и запаса никакого дома нет. И мой вопрос сегодня к нам, дорогая церковь. Насколько мы готовы вот так быстро отворить двери своего дома? Даже если неожиданно, даже если врасплох нас застал этот стук, мы не ожидали этого гостя. Мы не были готовы принять его. Но почему-то этот путник, он оказался у дверей нашего дома. И если жизнь этого путника привела к нашим дверям, и он постучал к нам, нам нужно встать и открыть, и пригласить войти. Так много людей, блуждающих в этом мире. Мы ходим вокруг нас, нашей жизни, наших домов. Иногда мы чувствуем, что кто-то стучит в наше сердце. Мы видим чью-то нужду. И перед нами стоит выбор, что нам решить. Или открыть и впустить. Поделиться и послужить. Или просто, ну, посочувствовать этому бомжу или этому грешнику. И продолжать свою жизнь так, как ты жил дальше. Иисус говорит, просите, ищите, и стучите. Мне нравится, что друг, у которого дома не оказалось хлебов, он не просто принял и положил спать голодного путника. Но он пошел и постучал в другие двери. Он пошел и постучал к другому своему другу. Интересно, что стук в одну дверь. Он может перейти стуком в другую дверь. Одна нужда. Но две двери и два стука. И от двух друзей зависит от того, а что будет с этим человеком, который пришел и постучал? Вообще-то, по нашей человеческой натуре, ну, так мы устроены. Что мы готовы стучать, просить или искать для себя персонально. И по-человечески это нормально. И, по-человечески, когда тайствовать только за себя и для себя и во имя себя. Но вот, когда тайствовать за кого-то другого, не за себя, не за свою семью, может быть, за того, которого мы не знаем, то есть, я прошу, я ищу, и я стучу, не для себя, а для кого-то другого. Ну, я считаю, что это младенчество, когда мы только живем для себя и во имя себя. Когда мы просим, ищем, когда мы стучим для себя. По жизни земной это нормально. Но по христианской жизни это ненормально. Это эгоистично. Думать только про себя. Иисус пришел послужить и отдать себя и свое, что Он имел. И мы сегодня слышали, что мы призваны служить друг другу. Мы предназначены для добрых дел. А для кого эти добрые дела? Для себя персонально? Только для своей семьи доброй? Да, мы должны заботиться о своих семьях. Это правильно. Но, знаете, позаботиться о ком-то другом это намного выше и в этом сила. Готовы ли мы встречать странников? Готовы ли мы открывать для них свои дома? И второй вопрос. Готовы ли мы пойти к другим дверям и постучать в другую дверь? И вот роль второго друга, к которому постучался человек. И вот он начинает оправдываться. Если тот сразу открыл принял, то этот начинает философствовать. Ну, слушай, ну ты уже поздно пришел. Но это не вовремя. Ну, как же, я буду сейчас подниматься, дети проснутся, они же рядом со мной. Ну, я жену потревожу. Ну, извини, ну, не могу. Ну, сейчас у меня только хлеба есть, но я не могу встать и дать тебе. Где похожи ли вы бываем на этого человека? У нас есть, чем мы можем поделиться. Но нам уютно в постели. Но мы согрелись в комфорте под одеялом. Ну, как я могу нарушить все это? Иногда Господь ожидает, что мы поднялись, встали и послужили и дали. И вот когда первый друг пришел, и он просил, и он искал, и он стучал, потому что он ходатайствовал не за себя, но за своего друга, пришедшего к ним. И вот теперь зависело от последнего, как закончится эта история. Иисус в этой притче говорит, что если по дружбе он не встанет и не даст, а тот будет настоящим ходатаем, а тот не уйдет от двери, но будет и стучать, и стучать. То есть будильник звонит и звонит. Если проигнорирует дружбой, то он ответит на беспокойство, которое не даст ему заснуть. Он встанет и он даст ему. Хорошо, когда мы имеем друзей, которые готовы помочь нам. Готовы открыть нам дверь, готовы предложить нам хлеб, готовы поделиться постелью, то есть которые готовы послужить нам. И вот что интересно я заметил в этой истории. К трем действиям призывает Иисус Христос. И стучать, и искать, и просить. В этой истории три друга, то есть три человека. Первый пришедший к другу и последний третий. Возможно, и не знали друг друга. Просто средний был другом и тому, он был другом и тому. И вот три друга, и почему-то попрошено было три хлеба. А почему не один хлеб? Почему не два хлеба? Почему три хлеба? И я думаю, что от этих трех хлебов зависело то, насколько эти три человека станут между собой дружными. Но это мое мнение. Стуча к своему другу, прося хлеба, он попросил для друга пришедшего хлеба, ну и, конечно, уже и для себя, надо же вместе ужинать. Ну а третий хлеб для тебя будет, друг. Приходи ко мне. Ко мне пришел друг. Давай вместе поужинаем. Три друга, три хлеба. и, знаете, вот от этих двух стуков в две двери зависело, насколько крепче станет дружба этих друзей. или, наоборот, она ослабнет или потеряется. Первый друг открыл и принял друга, но от следующего друга зависело, что будет дальше. Я думаю, что если бы тот не встал и не дал хлеба, дружба между этими двумя она бы ослабела или вообще прекратилась. Возможно, ходатаю пришлось бы идти искать еще какого-то друга, еще какую-то дверь, чтобы все-таки найти хлебы и разделить это со своим голодным другом. Но эта история древняя. Возможно, придуманная история притча Иисуса Христа. Какое отношение это имеет сегодня к нам, к церкви? Ну, холодильники наши полные. Ну, без опойтм это же никто тут в Америке не приходит. Я хочу, чтобы мы всегда имели в себе это ходатайство за кого-то другого. В этом сила христианства. Когда мы не думаем только о себе, но когда мы думаем о тех, кто нуждается в нашей помощи. Возможно, мы совсем не знаем того, кто нуждается. Но есть друг, который знает их. Иисус Христос своих учеников называет «Вы друзья Мои». Вы друзья Мои. Вы мои друзья В Иисусе Христе мы братья и сестры друзья друг друг. Я хотел бы, чтобы мы научились стучать друг к другу. Не друг на друга стучать, но друг к другу. И друг к другу открывать наши сердца. И друг к другу служить. Но я знаю, что есть люди, которых мы не знаем, но они стучат к другу Иисусу Христу. И вот наш друг Иисус Христос Он просит нас «Друзья, помогите тем, кто стучат в мою дверь». Мы привыкли, что Иисус стучит к нам. Да, и возможно этот стук в полночь это Иисус стучит нам. Странник пришедший это как сам Иисус стучит к нам. И от нас зависит насколько мы встанем и послужим. Я хотел бы, чтобы эта история научила нас. если мы не нуждаемся, то кто-то нуждается в нас. Если кто-то стучит в двери нашего сердца нашей жизни, это не случайность, это Бог приводит этого человека к дверям нашего дома. К дверям нашего сердца. Я просил бы, чтобы мы всегда были готовы. Уютно нам лежать, уставшие мы и не хотим подняться. Но во имя друга Иисуса Христа, во имя моей дружбы с Ним, не зная этих людей, в этом мире я готов стать и послужить им. Давайте поднимемся. Якова 5, 16. Признавайтесь друг перед другом. Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Хочу, чтобы мы были открыты, признавались друг перед другом. То есть, не закрывались в своей нужде сами. Не пытались сами решить то, что может быть нам не по силам. Я хочу в лице вас, дорогая церковь, видеть моих друзей, которыми могу постучать даже среди ночи. И хочу быть тем другом, если вы постучите ко мне. Чтобы я открыл вам. Давайте помолимся, чтобы Иисус, наш друг, наш Господин, наш Спаситель, он радовался видя нас, что мы служим и Ему, и друг другу. Аминь. Аминь.